В Ульяновске прошел конкурс лучших архитектурных произведений «Ульяновск. Арх-2023». Архитектурный облик города Ульяновска продолжает меняться, реализовываются смелые и интересные проекты. За прошлый год были спроектированы новые микрорайоны, введены в эксплуатацию новые здания, улучшены существующие постройки. Это архитектура – основа нашей жизни, это среда, в которой живет человек. А что формирует человека? Среда формирует человека. Поэтому будем мы в нормальной среде существовать. Будем мы все нормальные люди. Рейтинг победителей фестиваля составили ведущие эксперты России и архитекторы из других регионов, чье решение независимо и беспристрастно. Конкурс делился по разделам «Проекты и постройки». Выбирали лучшие многоэтажные жилые дома, общественные здания, малоэтажки, градостроительные комплексы, общественные пространства. Лучшей архитектурной постройкой в номинации «Многоэтажные жилые здания и комплексы» получил проект «Воробьевы горы» молодого архитектора из Самары Константина Климкина. Постройка выполнена в современном стиле и притягивает взгляды горожан. И в целом концепция нашего жилого комплекса про красоту. Мы старались сделать какую-то выразительную архитектуру, чтобы на фоне наших массовых застроек в городе этот жилой комплекс действительно выделялся. Брали все лучшие практики московских жилых комплексов, смотрели премиальное в Москве жилье, смотрели премиальное жилье в Екатеринбурге. И таким вот образом у нас получилась наша «Воробьевы горы». Другим победителем признан православный храм в честь образа Спаса Нерукотворного на улице Дворцовой. Автор проекта Павел Кармишин – потомственный архитектор. В своем деле он уже более 20 лет. Работы над воссозданием образа храма проводились в течение трех лет. Здесь проходило восстановление Спасского женского монастыря. Были изучены исторические материалы, найдены какие-то даже фотографии вот этого храма. И они очень помогли в восстановлении образа архитектурного. Победителей конкурса наградили памятными подарками. Всего на конкурсе было подано более 50 архитектурных работ, 20 из которых выполнены студентами. Также на фестивале представили выставку архитектурных работ. На ней представлены как эскизы, так и готовые проекты. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.